Телеканал КРТ представляет Выборов и воли изъявлений Ну и прав человека Конституционных лишают А прежде всего в горы Физически В громадах, где отменили выборы Там сотни миллионов гривен сегодня на счетах И те банды Если вы помните, о которых я говорил Постоянно с трибуны Сегодня опять зашли в города По принципу замов Либо советников Есть такая будковская банда Получается в Северодонецке И сегодня опять-таки Начинает распределять уже бюджеты И грабить Второе, есть такой губернатор Или голова ВЦА в Луганской области Который просто сбежал Первое письмо Он отослал 5 числа Чтобы выборы можно проводить 6 числа самовольно Без будь яких представ Надислав Лустав в ЦВК И полностью обманул Вел в оману ЦВК Також подставил президента Который ездит по границе Получается с ЛНР, ДНР Говорит, что у нас нет войны А вот эти два негодника Паршивца Просто ввели, получается, войну В Украине Подставив таким образом Своего же начальника Который их назначал А вот как у них получилось сделать так Что по факту Выборы Верховной Рады Выборы президента Когда ситуация была более острая Тогда стреляли гораздо больше На линии соприкосновения Тогда проводили выборы Тогда было все нормально По безопасности А сейчас, оказывается По безопасности все плохо Когда действительно Количество обстрелов Резко уменьшилось То есть, как это вообще В принципе воспринимать Первое До сих пор я как народный депутат Не получил ответ Ни из ВЦА Ни из ООС Ни из какого-то силового подразделения О том, что идет сегодня война И обстрелы Мирная жизнь Как была, так и есть В Лисичанске, Северодонецке Рубежном Это города областного значения Там не было вообще выстрела В этих городах Провелись выборы В 2014 году В парламент В 2015 году Местные выборы провелись Полностью В 2016 году До выборов Где я победил И стал народным депутатом В 2017 году Проводились выборы В громады Даже на передовой Где 114 округ мой В Станично-Луганском районе В Станице Открывались округа И даже в трех избинке Это прям соприкосновение С ЛНР В 2019 году Как вы знаете Прошли выборы По всей Луганской Донецких областях Это президента Избрали мы Получается И конечно же Монобильщик Которая сегодня Решила вот так Позабавиться С Донбассом Отменив выборы В 18 громадах Лишив воли Изъявления граждан Конституционного права Я считаю Что это прежде всего Преступление И захват власти Со стороны Пока Губернаторов Ну и конечно же Расследование Покажет 1 сентября Мы заступим В рабочем режиме Будем И создадим ТСК Темчасово Следующую комиссию По расследованию По Донецке И Луганским областям Почему же Принято было такое решение ЦВК уже колеблется И не верит Письмам Губернаторов Которые Беспредставно Ошукавшие Центральную выборчу Комиссию И всех выборцев Надеслала Такие листы Сегодня Також ЦВК Я так вважаю Чекай Вид ООС Вид Всех силовых Подразделев СБУ Там полиции Або ОБСЕ Данных Чьи там Обстрелы Я сейчас заявляю Что никаких обстрелов Там нет и не было Там идет мирная жизнь Там просто на счетах Сейчас в Севердонецке Лежит 200 миллионов гривен В Лисичанске 67 миллионов гривен В счастье Лежит 100 миллионов гривен Экологических денег И по другим громадам От 50 миллионов гривен И больше В Донецкой области Ну не отслеживал ситуацию Но уверен Что она такая же То есть по большому счету Речь идет о конкретных Деньгах Коррупции На местах И в этом Замешаны конкретно Главы военных И цивильных администраций Я бы сказал О грабежах О прямых грабежах Миллиард гривен Которые выделили Первое Деньги 40 миллионов гривен Которые были выделены На мост Соединяющий ЛНР И большую мирную Украину 20 миллионов из них Были украдены Это доказано И первый губернатор Павелев Комарницкий Был отстранен президентом Не пробывший Еще трех месяцев На посаде Второго губернатора Сейчас назначили Из Закарпатти Которого Нагнал метлой Маскаль Геннадий Геннадьевич Его назначают Сейчас получается На Луганскую область Дают ему миллиард гривен На дороге После того как посетил Президент И пятой точкой Прокатился по этим дорогам И аудит уже Мы наняли Получается независимый Будет проводиться По этим дорогам Как невидимой нитью Прошлись эти деньги По карманам Синовников Наполняющие их Так вот В данной ситуации Наши аудиторы Говорят Что украдено Более 300 миллионов гривен За эти полгода Редактор субтитров А.Семкин